2023 год начался с самого настоящего государственного переворота в Бразилии. Сторонники бывшего президента Бразилии Жайры Болсонаро 8 января провели демонстрацию в столице против действующего лидера страны Луэда Сильвы. Сотни неравнодушных решили повлиять на ход игры. Демонстрация с требованием пересмотра итогов голосования на президентских выборов в 2022 году привела к режиму чрезвычайной ситуации. По словам эксперта, беспорядки стали большей неожиданностью. Мы видим, что в Бразилии в настоящее время столкнулись политические силы, которые ориентируются на левый социалистический курс и силы, которые ориентируются на правый либеральный курс. И вот противостояние двух сил это выразилось в массовых акциях протеста, которые разразились в январе 2023 года. Противостояние левых сторонников президента Луэда Сильвы и правых представителей либеральной социальной партии, поддерживающей Жайры Болсонаро, повлекло за собой множество непоправимых решений. На сегодняшний день обстановка в Бразилии достаточно сложная. Объявлено чрезвычайное положение и наложен ряд ограничительных мер на гражданские акции и передвижения по городу. Фигура Д. Сильва в принципе в настоящее время является избранной на законных основаниях и никаких акций, которые бы проводились на международном уровне против его избрания не существует. Вот в целом все признают легитимность его режима. Но тем не менее мы можем ответить, что совсем недавно еще политик Лула Д. Сильва находился под следствием по обвинению в коррупции. И на тот период времени ему предъявлялись достаточно серьезные обвинения. Но эти обвинения были в 2019 году с него сняты. И вот в последние годы он опять обрел популярность и был избран на третий президентский срок. Противоположная же сторона считает, что президент нарушает закон и тесно связан с коррупционной деятельностью. Протесты сторонников Жаира Болсонару, они связаны не только с тем, что, ну скажем, они исповедуют другие политические взгляды, но и большое значение здесь имеет коррупционный вопрос, потому что вот они считают, что режим Лула Д. Сильва, он себя дискредитировал коррупционными составляющими. В Министерстве иностранных дел России осудили зачинщиков массовых беспорядков в Бразилии, отметили недопустимость попыток нарушения конституционного строя страны и выразили поддержку президенту Луле Д. Сильве. Российские дипломаты выразили уверенность, что благодаря авторитету бразильского президента и его опыту государственного управления удастся преодолеть последствия произошедшего. Российская Федерация выступает с осуждением тех протестных движениях, которые сегодня проявляются в Бразилии, призывает граждан, ну скажем так, более спокойным формам взаимодействия с властью. Ну и таким образом мы можем говорить, что в целом вот осуждение этих протестов говорят о том, что Российская Федерация в целом лояльна к действующему с октября 2022 года политическому курсу президента Лула Д. Сильва. Напомним, в столице Бразилии ввели режим чрезвычайной ситуации до конца месяца. До 31 января функцию управления органами общественной безопасности возьмут на себя федеральные власти. Карина Саяхова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова